Привет, мой дорогой подписчик! Думаю, многие соскучились по зимнему сезону, по зимушке и, конечно же, по Финляндии. Итак, это раннее открытие сезона на горнолыжном курорте Гука, Финляндия. Погнали! Для катающихся курорт Гука открыл свои двери 8 октября. И действительно, снега здесь очень и очень много. Открыто сразу несколько трасс. И это очень круто по сравнению с предыдущими годами, потому что в первые ранние открытия сезона, я помню, было всего лишь две трассы. Работал всего один подъемник, и парк был достаточно небольшой. Сейчас же что мы имеем? Мы имеем парк, который внизу разделяется на две линии, либо на джип, либо на трамплин, и несколько склонов для катающихся. Катаются как обычные люди, так и спортиши, соломисты и гигантисты. Вот мы на вершине одного из подъемников, и здесь склон разделяется на две части. Туда дорога в парк, туда дорога за мной на обычный катальный склон. И, кстати, совсем недавно, несколько лет назад, в руки открылся еще один новый подъемник. Это вот такая вот шикарная гондола, которая едет с одной части горы на другую. На самой горушке, по-классике, стоят согревательные будки с кострищем, с очагом, где можно погреться и пожарить сосисок. И сейчас я еду в самый настоящий парк. В парке у нас стоит множество фигур. На первой линии перила и толстенная металлическая труба. Второй сетап, это справа, огромный танцлор, бокс, обычный бокс. Кинковый, мощный рейл. Далее в парке в серию идут два трамплина, с которых я сейчас прыгну. Достаточно мелкие трампики, небольшие. И в этом месте парк разделяется на две линии. Либо большой трамплин, относительно большой. Но очень круто, что его построили в начале сезона. И продолжение джип-линии. На снега намного больше, чем раньше. Здесь вот зимой тоже будет парк, и здесь будут стоять огромные бигэйры. Здесь подушка. И все это, естественно, засыпано снегом, и везде-везде стоят фигуры. А пока вот такие вот места без снега. И, кстати, этот парк с 8 октября будет работать, получается, до конца майских праздников. А мы двигаемся дальше по нашему замечательному парку. Flat down rail, который отлично подходит под дизастеры. И пластиковая трубка в наклон. Следующий сетап cannon rail. Немножечко пушки, с которыми можно сделать отличные ауты. И мини-трамплинчик. Финальные фигуры парки. Это замысловатый пластиковый сетап. Такая вот труба. На перпендикулярную трубу и на две трубы в наклон для трансфера. И классический наклонный rail. А далее идет выход, выкат к подъемнику. В общем-то, парк действительно шикарный и офигенный. Особенно для октября месяца. Ну, с российскими он, естественно, даже сравнивать его не стоит. Да еще и в октябре. Не знаю, где можно покататься. Только если в снежкоме на пластиковой трубке. Короче, парк офигенский. Но, к сожалению, русских ребят мне здесь не хватило. Поэтому кадров можно собрать тоже не получилось из парка. Двигаемся дальше. Посмотрим, что же еще здесь есть. На замечательном курорте Рука ранее третей сезона. Мы вновь оказались на самом верху. Вот раз мы поедем по обычной трассе, которая находится ближе всего к парку. Итак, прокатимся по обычному склону для катающихся. Тут как раз-таки стыковочка идет. Вот конец подъемника паркового. Здесь же гондола, как я показывал. Здесь перемычка, где пересекаются склоны вот от того кресельного подъемника, на котором мы чуть попозже поднимемся. В общем-то, склоны примерно все от такой ширины в парке в некоторых местах чуть пошире. И этого вполне себе хватает для отличного катания. И горнолыжники даже ставят себе здесь трассы. И вот как раз-таки она перемычка. Дальний подъемник креселка и парковый подъемник. Здесь два склона срастаются. И дальше мы движемся вниз. Идет снег. На самом деле уже прошло 10 дней с открытия курорта. И в принципе кондиция хорошая. Снега еще очень много. Вот такой вот уровень снега, толщина снега, который запасли финны с прошлого года и раскатали по трассам. И этого снега действительно хватит до наступления настоящих минусов и зимы. И, кстати, параллельно с этим склоном идет соседний, на который мы сейчас и отправимся. Но сначала доедем до самого низа. Вот так вот вся эта красота выглядит снизу. Раньше было открыто всего лишь два склона парка и обычный катальный. Сейчас же открыто уже целых три склона, как я ранее говорил. И, кстати, очень-очень много людей ходят, просто гуляют без лыж по обычным пешеходным тропам. Аля нордическая ходьба. Красота. Вот то самое здание, которое стоит внизу, на пересечении всех трасс. Внизу подъемников, в котором можно сходить в туалет, помыть руки, взять салфетки, попить воды, пожарить сосиски, почилить и отдохнуть. Кстати, здесь есть два камина на улице и внутри. А это еще одно удивительное помещение около подъемника Руковского парка. Это Рука-клаб, так называемый. Там есть микроволновка, пусики, Sony PlayStation, сидушки, лежаки и настольный теннис. Это второй подъемник. Это креселка дальняя от парка. Она, в отличие от парковой креселки, трехместная. И скорость ее пониже. Ну а так получается вот такой вот видочек здесь. Идет снег, осень кругом, зеленые елки, ели, потрясающая природа. Ну, это самая настоящая красота. И все три трассы, парк и две обычных трассы сходятся внизу. Кстати, друзья, по-моему, промокоды, которые можете найти в описании, можете получить скидочку в магазине Кант и Кулзон на все, что хотите, на все снаряжение. И скидочка довольно-таки неплохая. И не забывайте, конечно, подписываться на мой замечательный лыжный инстаграм. А мы все еще поднимаемся наверх на дальнем подъемнике. Он очень медленный и, по ощущению, как будто бы немножечко подлиннее, чем парковый подъемник. Из-за снеговидимость ужасная, но, в принципе, в маске кататься комфортно. А я, к сожалению, ее сегодня с собой не взял. Вот мы на вершине второй креселки. И посмотрим, что второй фрон может нам предложить. Вот, это же самая перемычка, только с другого вида. Ну и трасса, в принципе, такая, наверное, чуть покруче и получше. Здесь а-ля опасный участок, он огорожен сеточкой. Ну что ж, спустился. Во многих местах здесь есть лед, поэтому лыжи свои лучше хорошо подготовить, либо взять новые. Естественно, надо точить конты. У меня лыжи ушатанные после многих месяцев дживинга, и конты меня практически не держат. Поэтому кайф и довольствие катания по льду я, естественно, никакого не получаю. Но, в принципе, если приехать в плюсовую температуру, я думаю, все должно быть нормально. Конечно, стоит добавить пару слов по поводу въезда в Финляндию и коронавирусных ограничений. В Финляндию просто так сейчас не въехать, и нужны какие-то особенные причины. Если у вас эти причины есть, приглашения есть, то на границе желательно, чтобы у вас была прививка. Но русские прививки, такие как кави-ва, то что у нас там еще прививка, не действуют. Работает Pfizer и одобрены в Евросоюзе. Можно сдать тест. На границе тест делают бесплатно. После того, как сдали на границе теста, если у вас негативные результаты, через трое-пять суток вам нужно сдать повторный тест в Финляндии. До этого времени вы должны изолироваться и никуда не выходить. Если и второй тест у вас отрицательный, то вы можете спокойно находиться в Финляндии и ходить гулять, отдыхать. Маски носят, как я замечаю, немногие финны, совсем немногие. Поэтому напрягов никаких с этим нет. В принципе, как и в России все. Что ж, друзья, вроде все вам рассказал. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. И до новых встреч. Ну, тут моего лыжного, потрясающего битеблога. Пока-пока. Пока-пока.